всем привет здравствуйте добрый день или добрый доброго времени суток не знаю кто сегодня будет с нами пока мы ожидаем участников нашего сегодня эфира мастер-класса по написанию песни я немножко исполню небольшую часть своей песни если вы не против пока ожидаем место в молчании типично ну давайте подождем гостей я думаю это будет интереснее тем более что эфир у нас посвящен именно сочинительству да и развитию себе этого таланта эта песня не имеет название к сожалению я так и не дошла написанный куплет и припевы но почему-то название не придумал поэтому у вас будет первое задание всем здравствуйте кто присоединяется послушайте и придумайте название возможно одно из них я выберу себе в качестве так скажем лица этой песни и название хорошо отлично поехали частный ду горды пушек все время забываем рассказал что невозможно ранить сердце сладкой ложью рассказал что в этом мире и вовсе нет кто твой друг кто враг не знаешь прячешь чувства убегаешь от своих простых желаний где найти ответ как спасти себя в этом мире дай мне руку я скажу тебе послушай посмотри в глаза мои в них увидишь яркий свет ты почувствуешь душой мои слова кем бы ни был ты не важен ни что бы не случилось все равно я скажу что я люблю тебя я люблю тебя ну что я думаю что большинство из вас на данный момент присоединил всем приветик всем 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 вижу знакомые лица мои дорогие всем здравствуйте я думаю пора время представиться меня зовут алла волкова я педагог по вокалу педагог-психолог автор-исполнитель песен сертифицированной члены стилл 8 интернешнл я являюсь и и и сегодня мы с вами поговорим о том как развить себе навык написание песен как стать автором песен зачем нам это надо кто может стать автором песен в общем все вот эти маленькие вопросы которые в дальнейшем очень сильно изменят ваш вокальный стиль вашу подачу материала все сегодня будет обговорено по крайней мере я постараюсь у нас есть час уже меньше потому что я пела три минуты как оказалось три минуты конечно не пела и так у вас задание было такое кто услышал моё пение пожалуйста напишите как бы вы назвали вот эту песню опять-таки повторяю название в этой песне нет и вы можете стать частью творения вот этого произведения и а заглавить его будет мне очень интересно узнать ваши варианты так посмотрим здравствуйте вижу а здравствуйте очень приятно добрый вечер вот видите даже нас вечерние есть сегодня так ну а я понимаю что сейчас будет попозже приходить ответы я буду очень рада если я увижу ваши ответики будет здорово а пока мы начнем я человек не любящий воды и мы начнем с того что вот я сейчас вам спела песню да я являюсь автором песни песен когда какого-то момента своей жизни я только могла мечтать о том чтобы писать свои песни для меня это было верх мастерства и я считала что писать песни я не могу потому что я например не играю не играю хорошо на фортепиано и это было мое убеждение то есть я знала что есть композиторы которые пишут музыку и для меня до сих пор это является самая сложная что может быть вообще потому что композиторы они слышат у себя в голове эту мелодию они эту гармонизацию запоминают пишут нотами потом играют это передают на оркестр в общем для меня это просто предел и я думала что для того чтобы написать песню нужно иметь кучу 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 всего на я не буду задавать вам вопрос как вы считаете что нужно для того чтобы писать песни потому что скорее всего будут типичные абсолютно ответы музыкальное образование уметь играть на гитаре на любом музыкальном инструменте причем хорошо играет хорошо петь хорошо писать стихи и короче все делать и чуть ли не идеально я думала так же в принципе с кем я иногда разговариваю отвечают мне таким же способом так я вижу какие-то ответы пришли от не знаю как вас зовут душа и боль боль моей души интересно как я как я исполнила что вы так давали вот так интересно спасибо боль моей души хорошо здорово спасибо большое спасибо вот не стесняйтесь пишите свои варианты и так мы остановились на том что для меня это был предел я думаю что среди вас есть люди которые думают также если есть поставьте пожалуйста любую реакцию например там какой-то там вот так что чтобы я видела что я такая не одна по крайней мере в своем прошлом думала и есть конечно же люди которые понимают что этот процесс достаточно гармоничный для любого из нас давайте вспомним детей маленьких детей все мы знаем все мы видели этих малых малышей которые что они делают напевают вспоминайте они играют в игрушки что они делают они поют свою мелодию скажите они не авторы своих песен и вы будете неправы потому что изначально да у нас речи не было изначально была интонация и интонация с помощью интонации с помощью мелодии вот этот звуковой мы передавали свои эмоции когда вот мы были раньше людьми и потом мы начали добавлять туда слова то есть потом добавили сюда стихи то есть изначально вот мы видим да детки у нас растут и как они гулынку и придумают там свои мелодии вообще абсолютно им все равно у них нет никакого музыкального образования они там сами в себе живут и они придумывают вот это первая ступень мелодия на которую мы с вами можем придумывать абсолютно если мы свободны если мы не зажаты если у нас нет предубеждений предубеждение как правило не у людей постарше есть дети об этом не знают просто вот дальше дети начинают какие-то свои стихи складывать рифмы и и петь их я думаю это вы тоже наблюдали вот пожалуйста складывается у нас база для того чтобы мы преобразовали это и стали действительно так скажем стали презентовать то что есть у нас внутри детки же поют то что они чувствуют что они ощущают а почему я так про детей говорю то потому что мы все с с ними встречались и когда я взрослого привожу пример ты немножко не тот эффект то есть детей мы видим мы видим что они абсолютно свободно от предупреждения они свободны от зажимов они свободно свободно того что надо там что-то пятое-десятое и тридцатые это ничего не нужно дети свободны и мы должны быть с вами детьми мы не должны забывать вот эту свою сущность детскую баловство свободу импровизации творчество именно эта поможет вам развиваться и как вокалист и как педагог по вокалле и вообще как музыкант потому что импровизировать это искусство которое у вас есть которые способности к этому вас есть потому что вы занимаетесь музыкой, да, и вообще даже дети, которые не занимаются музыкой, они все равно могут сочинять песенки, ну вот если есть оно, и оно есть в вас, потому что вы пришли ко мне на эфир, значит вы внутренне знаете о том, что вы можете, вы можете это делать, но что-то вас останавливает, и сегодня я позволю себе стать вот этим мотиватором, вдохновителем, возможно, буду очень рада, чтобы вы пошли и, допустим, обработали то, что у вас уже есть, или начали писать, сделали первый шаг, здорово, итак, значит я говорила о том, что вот эти вот зачатки, они есть в нас в каждом, в каждом из детей, просто со временем они уходят, мы себе запрещаем просто думать о том, что мы можем что-то на ходу сочинить, мы потому что думаем, что а, это может быть неправильно, б, это может быть некрасиво, а, негармонично, особенно если у нас есть музыкальное образование, мы вообще себя там начинаем гнушить, как это сказать, глушить себя начинаем этим самым, вот, и я скажу случай, который был со мной, после которого я прозрела, короче говоря, я вокалистка была раньше, я не преподавала, и меня позвали в студию спеть песню одного человека, окей, я согласилась, мне прислали тексты, мне прислали фонограмму, мелодию напели, и я на студии узнала, что этот человек, который песню написал, он вообще не вокалист, вообще ни разу, он не музыкант, нет у него никакого музыкального образования, он просто пишет стихи и напевает на них мелодию, меня это так осенило, я подумала, вау, вау, да я же могу так же, и с тех пор, это было, наверное, конец 17-го года, я об этом, я просто увидела случай жизни, который дал мне понять, что я тоже могу, и что я, оказывается, раньше-то тоже писала, просто я думала, что, да, что я там придумала там пару строчек и напела мелодию, что это разве песня, да, это песня, и первая проблема, с которой мы всегда сталкиваемся в творчестве, это самообесценивание, да, то есть нашего, мы наш интеллектуальный труд, мы, как правило, не ценим, потому что мы не видим выхлопа, мы не видим, как бы, итога материала, вот мы написали письмо, мы видим это письмо, а интеллектуальный труд, мы как-то почему-то вот не расцениваем его, как должное, я думаю, вы со мной согласитесь, потому что это сплошь и рядом, люди, которые занимаются творчеством, они не любят себя, они себя не ценят, они почему-то вот принижают все способности, ну, как правило, да, и это большая проблема, поэтому сразу же, да, смотрите, я сразу же столкнулась с тем, что я поняла, песня это, это стихи и это вокальная мелодия, все, этого вполне достаточно, вспомните народные песни, вспомните, они в основном без инструментального сопровождения идут, идет только голос и стихи, вспоминайте теперь детей, которые все это делают, вспоминайте и теперь вот в себе прорабатывайте этот момент, понимаете, что если вы позволите себе откинуть все сомнения, сесть за листочек с бумажкой и начать писать стихи, возможно, вы писали стихи раньше или пишете на данный момент, но вы не догадываетесь о том, что их можно не только читать, но и петь, и это будет большой шаг, большое продвижение в вашем творчестве, а как авторов своих песен, потому что если вы уже пишете стихи, вы уже мелодику некую создаете, вы ритмичность задаете, а это все основа мелодия, и исходя из того, как вы трактуете эти свои стихи, вы же автор, да, их, да даже если вы не автор этих стихов, как вы трактуете, как исполнитель вот это произведение текстовое, так вы его и споете, понимаете, то есть вы не споете, вот вы дайте стихотворение, одно одинаковое стихотворение пяти людям, они все по-разному споют, потому что каждый по-разному через себя пропустит этот текст, эту историю, у каждого воображение свое, мы каждый являемся индивидуальной единицей, которая не может повторно сделать, мы даже когда поем песни, мы не можем их одинаково петь, потому что у нас все время разное эмоциональное состояние, и здесь, когда вы начинаете вот эти шаги в творчестве, вы должны быть свободны, и вы должны понимать, что вы индивидуальность, вы не споете, как кто-то другой, вы не сочините, как кто-то другой, никто никогда не сочнит два одинаковых стихотворения на одну и ту же тему, никогда, мы все разные, и это здорово, и это возможность показать себя, выразить себя в творчестве, показать, что вот, я вот такой, я так чувствую, и вы себе это должны позволить в первую очередь, да, тут мы тоже говорим больше, наверное, о психологии, потому что мы себя заставляем почему-то думать о том, что мы хуже, чем мы есть на самом деле, вот такая вот у нас привычка, нет у нас привычки думать, что я лучше, чем я есть, наоборот. Так, и чтобы мы сразу же говорили в этот момент, зачем писать, да, то есть сказала я коротко о том, что вот вы пишите все стихи, вы можете их петь, вот у вас уже будет песня, зачем вам это надо? То есть вы здесь сидите, скорее всего, напишите, кто из вас педагог, кто вокалист, заодно буду понимать, да, спасибо большое, что вы остаетесь со мной, мне очень приятно, я надеюсь, что вам интересно, и если будут у вас возникать по ходу дела вопросы, вы задавайте. Так, значит, напишите, кто вы, педагог или вокалист, а я пока скажу, зачем вам это надо, то есть если вы поете, допустим, да, неважно, вы педагог или вокалист, вы все равно занимаетесь певческой деятельностью, вы поете, и вы поете, как правило, чьи-то песни, да, то есть и вы поете их, как тот, кто спел эту песню, вы слушаете, и вы начинаете петь, стараться так же, да, вот это вот типичная проблема всех, петь под копирку, ну, по мне это проблема, потому что я все-таки занимаюсь, стараюсь заниматься развитием тебя как индивидуальности, тебя как личности, которая идентична чему-то такому необычному, то есть вы не все, вы не как все, вы что-то уникальное. Уникальное. Так, я вижу ваши ответы, вокалист, педагог, вокалист, педагог и вокалист, вокалист. Ага, замечательно, коллеги, очень приятно, что вы тоже здесь, потому что ваша будет, я надеюсь, цель новая в вашей работе педагогической, это вот это направление уникальное, да, потому что очень редко кто старается в эту сторону обращать ученика, это важно почему, сейчас, да, начала говорить, забыла об этом. В общем, когда вы чувствуете, что у вас есть какой-то предел, потолок, вы не можете, допустим, петь так, как поет исполнитель, да, и у нас начинается обычно прям, я не могу, у меня диапазон не тот, и вообще фишки я эти не могу сделать, и начинаются проблемы, характер, что что-то со мной не так. Нет, все с вами так, просто эта песня написана для этого исполнителя. И, а вы не этот исполнитель, все просто, напишите песню для себя, напишите песню, исходя из того, что вы ощущаете в этом мире, как вы его видите, какое у вас отношение к этому миру, вы зеркало, и вы начинаете его, то, что вы видите, слышите, ощущаете, отображать. И это отображение может быть только в вашем творчестве, в вашем уникальном продукте. То есть вы, как творческая единица, вы должны что-то продуцировать, что-то делать, что-то новое давать. Будь это кавер, да, на какую-то песню известную, что такое кавер, это не перепевка, это свое видение. Будь это какое-то новое прочтение песни, новая аранжировка, допустим, все то же самое, пока не мелодия, но аранжировка новая. Но это вы должны сделать, понимаете? Вы должны что-то сотворить, вы как творцы. Сейчас, секунду, вижу какое-то сообщение. Периодически приходят пару строк, мелодия вместе с словами, но дальше не идет, через время опять пару строк, но уже совсем другой текст, новая мелодия, опять стоп безразвития. То есть куски разных песен. Обязательно записывайте, Лариса, все. Обязательно записывайте, и когда придет время, вы вернетесь к этим строчкам и допишите. У меня тоже такое бывает, что приходят буквально две строчки. Но этот мотив двух строчек, он такой вкусный, что я не имею права его не записать. Берете диктофон, напиваете, и все у вас сохраняется. Запись заглавили, и все супер. Прекрасно, прекрасно. Не вокалист, но помешан на языке и на творчестве. Очень прекрасно. Очень это все прекрасно, хорошо. Да, если что-то приходит, не игнорируйте, пожалуйста. Не зря мы видим фильмы, как человек творческий вскочил посреди ночи, побежал что-то записывать. Это приходит, потому что вы ощущаете, это перерабатывается, и в итоге рождается некий продукт. Современная музыка вообще может быть основана, в принципе, и на двух строчках. Ради бога. Если вам это интересно, вы можете две эти строчки напеть и отдать аранжировщику. Он придумает вам целую концепцию, и вы вместе будете автором этого всего произведения. Итак, о чем я говорила, я забыла, если честно. Так, ну договорились мы, что вы написали, педагоги вы или вокалисты. Хорошо, значит, мы с вами остановились на том, что вот творчество ваше, оно позволит найти вам свой стиль, свою уникальность, потому что это важно, да, мы все под копирку, когда поем, допустим, вышли на конкурс пять девочек, все поют, и они все под копирку поют. Никто из них не прочтет эту песню, как они бы это почувствовали. Это огромная, ужасная проблема. Значит, смотрите. Простите, пожалуйста, я правильно зашла. Уроки. У нас вообще-то конференция идет. Конференция по вокалу. Конференция про снись и пой. И я сегодня вещаю в рамках темы, как развить свой талант в сочинении песен. Вот, я думаю, что вам будет интересно посмотреть. Евгения была у нас первый день в понедельник. Если вам интересно, Евгения, посмотрите, записи есть в аккаунте. Итак, да, с помощью того, что вы пишете свои песни, вы показываете, как вы видите этот мир, как вы его ощущаете, как вы его чувствуете, и вы это все перерабатываете, да, и свои ощущения вы даете как продукт. Соответственно, этот продукт, он показывает вас как единицу, да, творческую. То есть вы по-своему это видите, не как все. У вас какой-то свой вкус появляется, свой стиль. У вас есть бэкграунд, то есть у вас есть наслушка, у вас есть любимый стиль, который вы исполняете или слушаете, жанр музыки. И в соответствии с этим, вот это все как бы вот такое куча-куча-куча, которая в итоге рождает вот такой, то есть много-много ингредиентов, из которых можно взять какое-то блюдо, какой-то продукт. И вы его выдаете, он уникальный, уже все, никто так же не напишет никогда. И понимаете, вот это очень важно в себе развить, чтобы почувствовать себя, кто я. Вот этот вопрос у вокалистов, да, а я не знаю, кто я, или мы привыкли петь в стиле там R&B, да, и все. А вы попробуйте сочинить свои песни, а вы послушайте себя. И когда вы делаете это, вы гармонизируетесь, потому что вы начинаете понимать, ага, а я вот такой, и мне нравится вот это, и я хочу говорить об этом. И поверьте, вас будут слушать еще больше, чем вы поете под копирку чужих песен. В любом случае, это надо делать, да. Под копирку я как бы очень так непрежно выражаюсь, но я имею в виду, что когда мы под копирку, мы должны это делать как упражнение всего лишь, да. Не надо искать себя в чужих как бы интерпретациях. Себя интерпретируйте заново, через себя проносите этот материал, ту же песню возьмите, и спойте ее не как она. Спойте, как вы это чувствуете. Возможно, у вас будут миризмы другие, возможно, у вас будет другой немножко режим работы, связок, вы по-другому понизите тонасть, повысите тонасть. Огромная свобода творчества. Просто все, берите, двери открыты, делайте, что хотите, да, в рамках вот вашего самовыражения. Никто вас за это не укусит, и никто вас за это не загнобит. Пожалуйста. Ну как же вот, как же начать, да, сочинять, как к этому прийти? Как я к этому пришла? Ну, во-первых, все творчество, оно основано на эмоциях, а не на логике. Вы должны себе позволить разрешить выражать эмоции. Если вы по жизни такой забитый, и вы боитесь лишний раз сказать «а», конечно, вам будет тяжело, но, возможно, даже творчество вас вытащит из этого. То есть сядьте, возьмите листок бумаги, или возьмите любимый сборничек стихов, и начните это петь, как бы то, что вы видите. Да, любой текст, возьмите рекламную выписку, и спойте ее. Да, сначала будет непонятно, а как петь, а куда вести голос? Сначала будет блок ставить, но потом, поверьте, потом у вас вы почувствуете, как это здорово, ну вот как это круто, что ты можешь себе позволить спеть любой текст. Вот у меня написан сейчас здесь текст, да, краткий план того, что я сегодня буду делать, чтобы я не запуталась, потому что я люблю поговорить. И вот у меня, например, кто может стать автором песни, для чего это нужно, авторский материал, раскрытие своего голоса написано. Я могу это спеть, а не сказать. И как я спою, будет зависеть от того, а что я чувствую. Кто может стать автором песни, и для чего это нужно, авторский материал, раскрытие своего голоса. Да, то есть я себя чувствую сейчас вот такой, я спела так. Вы бы спели сейчас как-то по-своему, возможно, не так свободно, на первых порах. Дайте себе время, дайте себе время понять, осознать, разрешить и начать действовать. Кто-то из вас уже прямо сейчас, после моего эфира, или во время этого эфира, сядет и начнет либо писать свои строчки, которые родятся у него, либо вы вспомните про то, что вы уже писали. С большой долей вероятностью кто-то из вас писал стихи в подростковом возрасте. Почему? Потому что мы начинаем влюбляться в это время, и у нас появляются вот эти вот необычные чувства, которые нас терзают, и мы не понимаем, что с ними делать. И мы идем и начинаем изливать это в форме стихотворений, или в форме писем любимому человеку, да, там, мальчику, девочке, неважно, или в форме анекдотов. Ну, кто что пишет, но, как правило, вот такой старт сильный идет в подростковом возрасте. Ну, гормоны, понятно, все. Да? Поэтому вспоминайте, если у вас есть где-то этот сборник, найдите его, выкопайте, и просто напивайте. Это ваша тренажерка, так скажем. У меня была целая тетрадь со стихотворениями, я ее дала подружке почитать и благополучно ее подружка посеяла. И у меня целый сборник стихотворений, у меня была полная тетрадь с моего подросткового возраста. Это ужасная для меня потеря, но что делать, да? То есть я в любом случае пишу и сейчас, и я пишу далеко не всегда и не постоянно. Мне нужен эмоциональный толчок. То есть, например, я люблю, например, своего мужа, да, я когда влюбилась в него, вот я написала свою первую песню. И песня называется «Ты мой ангел». Могу исполнить, если захотите, чтобы послушали, как это вообще выглядит. Вот тогда это был у меня такой большой эмоциональный всплеск. Я настолько сильно вот ощущала все это, я настолько была счастлива, что вот, но тогда он еще не был мне мужем, да, но я была настолько переполнена вот этими прекрасными, приятными чувствами, что я взяла и написала эту песню прямо в поезде. То есть мы ехали из отпуска, я лежала на второй полке наверху, и я сочиняла стихи втайне от него, он внизу был. И я уже, у меня внутри была мелодия, я, естественно, я не могла ее напеть, потому что были родители, был муж у меня подо мной, то есть я не могла, и я ее запомнила. Я запомнила, и когда мы приехали домой, у меня был инструмент, я сразу же напела ее, подобрала аккорды, и как бы зафиксировала для себя, чтобы у меня была эта песня. Ну, первая у меня, послушала эту песню, подружка лучше, я как бы с ней ей сразу заткала. Вот. И вот эмоциональный всплеск, он даст вам вот эту мотивацию, чтобы вы выдернули себя из вот этого кокона, что я ничего не могу, ничего не умеет, взяли и что-то написали. Да, я знаю, что сложно писать стихотворение, тем более вы сразу думаете, там, Есенин, Пушкин, ищу кто-нибудь у вас там в идеалах, да, творчества поэтического. Не бегите за идеальным, делайте то, что для вас просто и комфортно. Я не пишу гениальных стихов, я более того, я считаю, что у меня очень простые слова, и у меня просто любовь к тому, чтобы упростить то, что я говорю. Иногда бывает заумно что-нибудь напишу, конечно, но в основном я стараюсь просто писать. Я вот сейчас вам, я вижу, что хотите ангела. Хорошо, я исполню кусочек буквально через пару минут. А пока я просто договорю. То есть, вы как бы на этих эмоциях себе позвольте сделать то, что вы можете, то, что вы хотите. Я понимаю, что захочется, например, как-то вот иначе сказать, но начните с простого. Подбирайте рифмы. Вот у вас фраза какая-то возникла в голове, напишите ее и начните думать, а как бы вы хотели продолжить эту фразу, вы же все-таки люди образованные, да, у вас есть некий словарный запас, достаточно обширный, и вы можете в рамках этого словарного запаса следующую фразу, что вы хотите сказать, сказать разными способами, да, и если у вас рождается рифма, это уже все, это все хорошо, пошел процесс. Если вдруг вы застопорились, и вы не можете подобрать рифму какому-то слову, ну, бывают такие слова сложные, есть интернет, пожалуйста, заходите и скажите, рифма к такому-то слову, все напишите, и вам выдаст много вариантов. И в рамках этих вариантов вы уже как раз преобразуете свою мысль. Понимаете, сейчас есть очень много возможностей в интернете, которые вам помогут. Главное знать о них и уметь пользоваться. Понятное дело, что рифмы каждый раз вы если будете придумывать просто не в попад, это будет похоже на современную бездумную попавцу. Но я бы не хотела, чтобы вы двигались в этом направлении. Я бы хотела, чтобы вы действительно стартовали с того, что вы выражаете свои ощущения, свои чувства. Как вы это видите? У вас у каждого свой стиль. Хорошо, давайте я вам покажу буквально кусочек моей первой песни. Сейчас найду аккорды. Я ее, кстати, сегодня не пела. В плане, не повторяла уже сто лет. Я ее написала, записала на студию и забыла. Так не делайте, так не надо. Пойте свои песни. Так, хорошо, называется «Ты мой ангел». Раненая птичка, ты меня называл, крыльями нежно, от беды укрывал. Ты мой лучик надежды, мой подарок судьбы, мой заботливый, нежный, и душа моя ты. Ты мой ангел, ты моя душа, за тобою иду я хоть куда. Ты мой ангел, тебя благодарю, и все, что в мире есть, тебе я подарю. Эту песню я писала достаточно долго. Объясню, почему. То есть, это первый куплет и припев, и я дальше развивала эту песню, исходя из своего голоса. Я могла, в принципе, также повторить второй куплет сделать и также припев. Если мы говорим о формах песен, они бывают разные. Вот форма моей песни, она такая. То есть, у меня первый куплет и припев, все, тема основная, вы поняли, какая тема основная. Дальше. У меня идет второй припев, но он уже звучит иначе. Например, да? Я с тобой узнала, что такое любовь, птичка крылья раскрыла и взлетела вновь. Все, что нужно мне в жизни, твой счастливый взгляд рядом, буду коршуном биться, я тебя сберегая, ты мой ангел. Чувствуете, да, динамика пошла? Более экспрессивно я начала. Я это делала, исходя из того, что я могу. Я развивала свой голос в этой песне. Вместе с этой песней я понимала, что я могу, что я сделаю. И дальше, конечно же, да, у нас есть песня куплет-припев, куплет-припев, проигрыш-припев. Я, выросшая на поп-музыке, конечно же, хотела сделать бридж. Некий мостик, некий, еще повысить вот эту экспрессию. И сделала я что? Мое сердце неспокойно, когда рядом нет тебя. Небесам одним известно, как люблю я тебя. Чувствуете, да, как я вот это сделала, развила? То есть я сделала бридж, то есть первый куплет, второй куплет, чуть-чуть я изменила, пошла на бридж, чтобы вот дальше это все развить. И дальше у меня была модуляция. То есть я сделала прям такой наверх в тональность подняла у меня. Ты мой ангел, ты моя душа, за тобою иду я хоть куда, ты мой ангел, тебя благодарю, и все, что в мире есть, тебе я подарю. Ну и конечно же, я еще раз попрошу дитя попсы, мне надо было в конце еще что-то добавить. И что я сделала? Такую небольшую такую мелодию. И все, что в мире есть, тебе я подарю. Ну, может быть, замудрила в конце, но мне вот так захотелось, понимаете? Спасибо большое, спасибо, мне очень приятно. То есть я говорю о том, что если вы пишете свою песню, вы чувствуете себя, вы чувствуете свой голос, свои возможности, и вы показываете в песнях себя. То есть я не думала о том, чтобы вот как-то вот покруче показать свой голос. Я просто понимаю, что я могу это сделать, и это будет вкусно, по крайней мере, по моему мнению. И будет какая-то динамика у песни, потому что мы должны всегда думать о том, что мы поем эту песню до кого-то, и этот кто-то будет слушать, ему должно быть интересно, ему должно быть вкусно. И если вам самим это очень нравится, да, вот вы поете, вы кайфуете. Я сейчас сто лет уже не пела эту песню, я сейчас прям вот вспомнила, как это было, так скажем, да. То есть вы возвращаетесь в это, и вы окунаете в этот свой мир своего зрителя. И вот такое отношение, когда вы начинаете писать свои песни, свои стихи, и когда вы вот так вот относитесь к ним, понимаете, вы уже в жизни не споете отрешенно любой другой текст, любой другой песни. Вы тот же самый возьмете песню, кавер, да, и вы уже никогда не споете просто мелодию. Вы всегда будете смотреть через призму текста. И все это потому, что вы работаете сначала со своим материалом, понимаете. То есть мы как бы искусственно себя учим, то есть мы учимся на чужих эмоциях, на чужих ощущениях. В принципе, это неплохо, конечно же. Я так же училась, и с детства я не сочиняла песни, да, но когда я начала писать, во мне вот что-то щелкнуло, и начала вообще по-другому смотреть на этот процесс. И, естественно, в моей предпрактике появилось больше уклона на фразировку, на работу с текстом. И я начала акцентировать на этом внимание учеников. Естественно, сама это все. И, понимаете, ученики мои начали писать тоже. И это моя огромная гордость. Одно дело, когда у меня девчонки взрослые, да, пишут песни, там, женщины. Другое дело, когда ты видишь, что ребенок заинтересовался, и ребенок начинает тоже, и о чем это говорит, в том, что он вырастет уже все, ему не надо будет ничего под копирку делать, он будет личностью, он будет самим собой. Он знает, что вот он чувствует так, ему хочется вот так выразить. Понимаете, насколько это важно? Этот эфир не про то, что, ой, это круто быть автором песни. Нет, этот эфир я посвящаю тому, что вы через призму своего авторского материала будете вообще другими. Вы будете сочинять свое, и вы будете по-другому трактовать другие другие произведения. Возьмем, как пример, песня «Одуванчик мой» Пугачевой, Аллы Борисовны, «Одуванчик мой, моя любовь». Я читала карточку этой песни, и автор писал о любви. Алла Борисовна спела не про любовь, Алла Борисовна спела про солдат. Она так трактовала, понимаете, она как вот личность такая, как индивидуальность, она вот так увидела. И в таком формате песня живет, понимаете. И если вы про любовь этот «Одуванчик» споете, она тоже будет жить. Потому что вы зеркало, вы зеркало, да, я на себя указываю, я тоже зеркало. Вы все зеркала прекрасные, чудесные, которые могут показать ваш, ну, свой внутренний мир, как вы это видите, понимаете. Любую песню мы можем трактовать, как мы хотим. Пожалуйста, не ограничивайтесь вот одной трактовкой, я вас умоляю. Мир шире, границы шире, да даже границ в принципе нет. Есть такая вот проблема, как режиссура, да, в плане того, что они ставят, и они хотят видеть эту песню именно так. Или продюсеры, они хотят вот именно так. Но это ваша задача отработать так, как они просят. Но если вы творчески свободны, как я, мне никто ничего не указывает. Я пишу так, как я вижу, так, как я знаю, так, как я хочу это делать. Это я, это мое. И это ваша возможность выразить себя так, как вы чувствуете. Убрать вот эти все тиски. Никто вас никогда не поругает за ваше творчество. Не имеет права, потому что это ваше творчество. Это вы выражаете себя, понимаете? А если вы, допустим, готовитесь на концерт, и, как у меня был случай, ученица пела вот этот одуванчик, она пела про любовь очень лирично, а режиссер сказал, извините, я не хочу вот такое прочтение слушать. Мы не выступали, а потому что у режиссера свое видение, да, он имеет право на это, а у моей ученицы другое видение. И я не собираюсь ей навязывать другое. Не собираюсь, потому что мы творческие единицы, мы свободны должны быть. Если вы хотите работать, да, под чьим-то вот таким надзором, так скажем, и под чьим-то контролем, как вы это видите, чтобы, как они видят ваш процесс, вот как они видят эту песню, это ваш выбор, но не ограничение, понимаете? Вы можете также спеть на концерте песню вот так, прочитать ее вот так, прийти домой и спеть ее иначе. Никто вам не запретит это сделать. Вот свобода, да, которую я вас сейчас мотивирую, вдохновляю, вот она основа творчества. Как вам еще объяснить? И, конечно же, любой из вас, кто сидит здесь, любой, вы можете написать свою песню. Прямо сейчас вы можете это сделать. и вы можете это делать всегда, в любую секунду жизни. Подскажу так, ну, пример так, пару лайфхаков, да, во-первых, как это натренировать можно. В себе и учениках, естественно. Берете любой сборник стихов, потому что все-таки песни на основе стихотворения пишут. Я не видела песен на основе, допустим, белых стихов, да, без рифма, простите, я глотну. Вот. Поэтому берем стихи. Очень классно работают детские стихи. Коротенькие, яркие, образные. И вы даете это стихотворение, допустим, человеку или сами. Берете, прочитали, смысл поняли, спойте. Спойте так, как бы вы это трактовали, вот, музыкально. Не важно, куда пойдет мелодия. Мелодия даже, Боже, может быть на одной ноте, даже может быть только на двух нотах. Ради Бога. Я еще раз повторяю, вначале это будет сложно. Но потом, со временем, вы раскачаетесь и вы почувствуете вкус. Знаете, как иногда оливки там народ не любит, а потом, повзрослев, он такой, вкусные оливки-то или маслины, или сыр там с прессием. Такой, фу, что это? А потом, так это ж так вкусно. Ну, то есть аналогию поняли, да, со временем. Дайте себе это время. Дайте это время ученику. Хвалите за малейшие успехи себя и ученика. Дали вы это стихотворение две строчки, три строчки, спел он прекрасно, супер, получилось гениально, записали, оставили себе как архив. Супер. Дальше, что мы делаем? Подбираем слова, чтобы рифму, рифму можно было. Строчки начинаем и чтобы вторая строчка в рифму была. Потом, анализируем, да, тексты, песен. Рифмы тоже разные бывают. Изучайте литературу, тоже это полезно. Если на литературе у вас хорошая оценка была, в принципе, должны помнить о том, что рифмы вообще абсолютно разные. Здесь тоже свобода творчества. Нет определенных, нет правила. Вот вы, например, сочинили эти стихи. Вопрос, да, как уложить это в песню. Помните, что форма песни, она всегда имеет припев. Во-первых, и куплет. Да, это может быть куплет, припев, куплет, припев, еще раз припев. То есть, по идее, вам три, три стихотворения небольших нужно, которые связаны по смыслу между собой. Одно стихотворение, это будет припевом, выставляем его, и два стихотворения, это будет куплетами. Там уже вы можете делать, что хотите. Вы можете, даже можно, вот, например, Раймонд Пауз, «Любовь настала», да, песня есть. И вся планета распахнулась для меня. Вот эта песня. Там, как много лет во мне любовь спала. И этот же часть, этот же куплет, повторяется после припева. То есть, там какая часть, первый куплет, припев, проигрыш, припев, и этот же куплет. Все. Два стихотворения, но там мелодия, да, вокальная, какая шикарная, какая прекрасная. Это тоже нужно помнить, что не обязательно 115 стихотворений нужно сочинить для того, чтобы получилась песня. Все-таки тут баланс текста, слова и мелодии вокальной. И только потом идет аранжировка, только потом идет гармонизация, понимаете? То есть, вы, например, на первую мелодию, вам достаточно, если вы, ну вот, на базовом уровне фортепиано владеете, берете аккордики, подбираете, вот я сейчас вам исполняла, я только аккордами себе подыгрывала, да? Майс, так. Все, что в мире есть. Я ничего там другого не играла интересного на фортепиано, просто два аккорда сыграла, чтобы гармония была, чтобы я слышала эту гармонию. И вам этого тоже достаточно. Если вы написали стихотворение, вы придумали мелодию, напойте на диктофон и отправьте в аранжировщику, да? Заплатите денег за это. А, что вы хотите? То есть, как бы я так и делаю, например, прекрасно себя чувствую. Я написала стихи, я написала мелодию, все, я основную часть делала, я автор песни. А дальше уже аранжировка идет, да? То есть, как это прочтет, допустим, аранжировщик, или как это вы хотите, чтобы это было. Вот он процесс рождения песни. Но, еще раз повторяю, достаточно стихов, мелодий вашей, вашего голоса, голоса и слова. Все, это ваши песни. Не надо себе придумывать, вот как я, когда-то, что песня, это что-то там невероятное. Просто такие усилия должны быть. Все достаточно гармонично и просто. Мы сочиняли песни раньше, мы сочиняем их в детстве. Потом это все, к сожалению, уходит. Так, дальше. Давайте, наверное, вопросы. Оставлю время для вопросов, потому что времечко компьютер у меня отключился. Без 20. В принципе, я, наверное, что хотела сказать, я сказала, да. Задавайте, пожалуйста, вопросы. Вижу уже первый. Каких грубых ошибок желательно избегать? Грубых ошибок. Слушайте, я даже сказать не знаю, что на это, потому что если вы свободны в творчестве, да, если вы так видите, я художник, я так вижу, грубых ошибок, я думаю, что нет. Единственное, я бы очень сильно просила обратить внимание на динамику песни. Вот, а я говорила о том, что, да, все-таки должно быть какое-то движение. Если вы будете петь куплет-припев, куплет-припев, и все одинаковое, мелодия везде, ну, это скучно. Это и вам скучно будет петь, хотя вам может быть и интересно, но если вы будете петь пять песен таких, или даже три подряд, люди не смогут это слушать, это скучно. Ну, реально, это скучно. Вы сами по себе сосудите, вы сидите на лекции, и человек монотонно вам читает. Ну, вы не выдержите минута-две максимум, все, дальше у вас там когда домой, там может кофеек сходить побегать, то есть вы должны понимать, что основа движения, что такое динамика. Вот, как вот я показывала, да, ты мой ангел, у меня динамика шла вот так, у меня спокойненько начиналось, и все развивалось, 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 модуляция, и вот бридж, это у меня был кульминационный пик. То есть вспоминайте литературу в школе, очень сетую, если литературу в школе преподавали плохо, но мы должны помнить, потому что в истории есть завязка, кульминация, развязка. Вот, это основа любой песни, то есть вы должны начать, как бы вводить в историю свою, то есть вы должны начать рассказывать. Вы ведете кульминацию, вот, представляете, вот это случилось, я там влюбилась, там вообще все супер прекрасно, и потом развязка, то есть вот этот момент, когда мы выдыхаем, он обязательно должен быть, можно использовать, как бы вы оставляете вот здесь, и все, как риторический вопрос, можно, но это ваш выбор, да, как вы это прочтите, но динамика должна быть, не дай бог, все ровненько, то есть если у меня ученица написала песню, я вижу, что это все ровненько, я говорю, давай вот, давай мы немножко изменим вокальную партию, например, там выше споем, немножко ниже споем, ну поменяем, ну гармонию, естественно, я ничего не меняю, но я предлагаю другие пути, и потом ученик говорит, о, да, действительно так лучше, и мне интереснее петь, понимаете, вот, вот оно, динамика, дальше, здравствуйте, да, эфир сохранится обязательно, поэтому я и боюсь, чтобы я не заболталась, потому что я такая, могу, могу себе это позволить, вот, то есть на динамику обязательно, пожалуйста, обратите свои ушки, свои глазки, у вас очень красивый голос, спасибо, класс, класс, классно, красиво, спасибо, это я так понимаю, про песню, да, речь шла, ну хорошо, так, друзья мои, пожалуйста, вопросы, очень жду вопросы по этой теме, вообще скажите мне, мотивировала я вас вообще хоть чуть-чуть немножко, может быть действительно среди вас есть кто писали песни и сейчас перестали это делать, или боитесь, что ваша песня не понравится, напишите вот об этом, потому что мне очень интересно, к сожалению, да, я вас не вижу, я могу только прочитать, я пока вам кусочек песни «Береги спою», эту песню я вообще написала, у нас тут такая ситуация была экологическая, интересная, ну, в негативную сторону, и я вообще такая любительница природы, я, кстати, это для себя уяснила, когда начала песню, что песни писать, что вот я немножко в тот наклон, и я люблю петь песни о природе, именно патриотически, там, ты моя земля, там, Родина, моя Россия, а именно вот про природу, и вот в этом я вижу свой стиль, свою индивидуальность, вот, если вы не против, да, пока, пожалуйста, напишите, вы отличная мотивация, отлично, сейчас еще добью одну песню, да, вот про природу, да, я что такая-то, давайте, берегите природу, песня так и называется «Береги», недавно мы записали эту песню с моей ученицей, очень талантливая девочка, я очень довольна, потому что у нее голос такой нежный, очень такой мягкий и такое идет мягкое воздействие, понимаете, то есть не то, что там «давай, береги», а вот именно «сбереги свою природу», «сбереги свою планету». Посмотри вокруг себя, как прекрасна вся земля, как искрится в речке быстрая серебристая вода, посмотри вокруг себя, все, что есть, все для тебя, ты сберечь все это, должен, чтоб жила родина твоя, береги свою планету, лишь в твоих руках судьба, песню пой вместе с ветром, пусть поет с тобой земля, пусть цветут в полях ромашки, зверобой и васильки, пусть летит по ветру песня, свою землю сбереги. Вот. Это будет моим таким окончанием сегодняшнего эфира, и, конечно же, основное, что я хотела сказать, исполнив свои песни, чтобы вы увидели, что вот это мой стиль, я проявляюсь в этих песнях, я ничего не взяла, ниоткуда эти мелодии, сама их придумала, и мелодии у меня не сложные, и тексты у меня не сложные абсолютно. Я делюсь тем, что я чувствую, и я чувствую в этом свободу самовыражения, я чувствую, что вы можете это тоже сделать, и я знаю, я уверена в том, что когда вы начнете это делать, когда вы себе разрешите, когда вы почувствуете, насколько это классно, вы не сможете остановиться, и вы будете этому учить людей. Если вы преподаватель, понимаете, для брата красивое спасибо. Выпустить сборник, я очень скромная, если только в инстаграме. Вот. В общем, я очень надеюсь на то, что мой эфир поможет вам развиваться и раскрыть в себе новую сторону, стать более раскрепощенным, раскрыть в себе вот эту индивидуальность и уникальность, потому что действительно это работает. И я знаю, кто я. Я знаю, о чем я пою, о чем я хочу петь. Я знаю. Я знаю, как я могу петь. Понимаете, все очень взаимосвязано. Поэтому, пожалуйста, очень жалко вот к нам присоединяться, но я уже завершаю. Пожалуйста, посмотрите все в записи. Я сейчас... Я сейчас эфир сохраню. А в эфире было про мелодию для песни. А, да, кстати, про мелодию. Я говорила о том, что вы берете стихотворение, да, я с точки зрения работы с текстом, и поете, как вы это чувствуете. Я вот это сказала о мелодии. Если вам уже интереснее проработать с этим форматом, да, вы можете ко мне обратиться, и мы с вами пообщаемся на эту тему, я вам обязательно помогу. Да, но на самом деле, я опять-таки говорю, это проще, чем мы думаем. Проще, честно. Конечно, там есть дальше момент. Если мы хотим хит создать, то мы должны работать с определенными правилами. Но я вот пишу, мне не нужны никакие хиты. Мне нужно то, что я выражаю, то, что я чувствую. Я хочу, чтобы вы стали частичкой меня в этот момент, чтобы вы прочувствовали мой мир, представили то, о чем я пою. Мне этого вполне достаточно. Ну что, друзья мои, коллеги, огромное спасибо за участие. Я надеюсь, что это было полезно. И буду рада вашим, вашим, допустим, обратной связи. Очень для меня будет полезно. Я очень люблю, я собирательница обратной связи всегда. Напишите, пожалуйста, либо вот под постом этот будет эфир, либо в директ-аккаунт, как для вас, как на вас повлиял вот этот эфир. Спасибо, очень вдохновляю. Еще много свежих мыслей. Эфир надо на цитаты разобрать. Ой, спасибо. Спасибо большое. В общем, запись сохранится. Все я сейчас сохраню. Все будет для тех, кто у нас присоединился. К сожалению, мы уже завершаем. Всем отличного дня. Огромное спасибо за присутствие. Все. Улыбайтесь, творите и будьте уникальны. Всем счастливо. Пока-пока.